Падчерица А падчерицу заставляла много работать И кормила очень плохо Каждое утро должна была падчерица Садиться у колодца И прясть пряжу И столько ей нужно было спрясть Что часто даже кровь выступала у нее на пальцах Однажды сидела она так Прила И запачкала кровью веретено Наклонилась девушка к колодцу Чтобы обмыть веретено И вдруг выскользнула у нее веретено из рук И упала в колодец Заплакала падчерица И побежала домой к мачехе Рассказать о своей беде Ты его уронила Ты его и доставай Сказала мачеха сердита Да смотри Без веретена не возвращайся Пошла девушка обратно к колодцу И с горя взяла Да и бросилась в воду Бросилась в воду И сразу сознание потеряла А когда очнулась Увидела она Что лежит на зеленой лужайке С неба солнце светит А на лужайке цветы растут Пошла девушка по лужайке Смотрит Стоит на лужайке печь А в печи хлебы пекутся Хлебы крикнули ей Ах, вынь нас, девушка, из печи поскорее Ах, вынь нас поскорее Мы уже спеклись А не то мы скоро совсем сгорим Взяла девушка лопату И вынула хлеба из печи Потом пошла она дальше И пришла к яблоне А на яблоне было много спелых яблок Яблоня крикнула ей Ах, потряси меня, девушка, потряси Яблоки давно уже поспели Стала девушка трясти дерево Яблоки дождем на землю посыпались И до тех пор трясла она яблоню Пока не осталось на ней ни одного яблока Сложила девушка яблоки в кучу И пошла дальше И вот, наконец, пришла она к избушке В окно избушки выглянула старуха Изо рта у нее торчали огромные белые зубы Увидела девушка старуху Испугалась, их захотела бежать Но старуха крикнула ей Чего ты испугалась, милая? Оставайся-ка лучше у меня Будешь хорошо работать И тебе хорошо будет Ты мне только постель стили получше Да перину и подушки взбивай посильнее Чтобы перья во все стороны летели Когда от моей перины перья летят На земле снег идет Знаешь, кто я? Я госпожа метелица Что же, сказала девушка Я согласна поступить к вам на службу Вот и осталась она работать у старухи Девушка она была хорошая, примерная И делала все, что ей старуха приказывала Перину и подушки она так сильно взбивала Что перья, словно хлопья снега Летели во все стороны Хорошо жилось девушке у метелицы Никогда ее у метелицы не ругала А кормила всегда сытно и вкусно И все-таки скоро начала девушка скучать Сначала она и сама понять не могла От чего скучает Ведь ей тут тысячу раз лучше, чем дома живется А потом поняла Что скучает она именно по родному дому Как там неплохо было А все-таки она очень к нему привыкла Вот раз и говорит девушка старухе Я очень стасковалась по дому Как мне у вас нехорошо А все-таки не могу я здесь больше оставаться Мне очень хочется родных увидеть Выслушала ее метелица и сказала Мне нравится, что ты своих родных не забываешь Ты хорошо у меня поработала За это я тебе сама покажу дорогу домой Взяла она девушку за руку И привела к большим воротам Ворота раскрылись И когда девушка проходила под ними Посыпалось на нее сверху золото Так и вышла она из ворот Вся золотом обсыпанная Это тебе в награду за твое старание Сказала метелица И дала ей веретено То самое, которое в колодец упало Потом ворота закрылись И девушка снова очутилась наверху, на земле Скоро пришла она к мачехиному дому Пошла она в дом А петушок, сидевший на колодце В это время запел Кукаряку, девушка пришла Много золота в дом принесла Увидели мачеха с дочкой Что принесла пачерица с собой много золота И встретили ее ласково Даже ругать не стали за долгую отлучку Рассказала им девушка обо всем, что с ней случилось И захотелось мачехе, чтобы ее дочка тоже стала богатой Чтобы она тоже много золота в дом принесла Посадила она свою дочь прясть у колодца Села ленивая дочка у колодца Но прясть не стала Только расцарапала себе палец терновником до крови Вымазала веретено кровью Бросила его в колодец И сама за ним в воду прыгнула И вот очутилась она на той же самой зеленой лужайке Где росли красивые цветы Пошла она по тропинке И скоро пришла к печи, где пеклись хлебы Ах, крикнули ей хлебы Вынь нас из печки Вынь поскорее Мы спеклись уже Мы скоро сгорим Как бы не так, ответила лентяйка Стану я из-за вас пачкаться И пошла дальше Потом пришла она к яблони Яблоня крикнула ей Ах, потряси меня, девушка Потряси меня Яблоки уже давно поспели Как же, как же Отвечала она Того и гляди Если я начну тебя трясти Какое-нибудь яблоко мне на голову свалится Да шишку набьет Наконец подошла лентяйка к дому госпожи Метелицы Она совсем не испугалась Метелицы Ведь сестра рассказала ей о больших зубах Метелицы И о том, что она совсем не страшная Вот и поступила лентяйка к Метелице на работу Первый день она еще кое-как старалась побороть свою лень Слушалась госпожу Метелицу Сбивала ей перины и подушки так Что перья летели во все стороны А на второй и на третий день Стала ее одолевать лень Утром нехотя поднималась она с кровати Постель своей хозяйки слала плохо А перину и подушки Совсем перестала взбивать Надоела Метелица держать такую служанку Вот она и говорит ей Уходи-ка ты обратно к себе домой Тут лентяйка обрадовалась Ну, думает, сейчас на меня золото посыплется Подвела ее Метелица к большим воротам Распахнулись ворота Но когда выходила из них лентяйка Не золото на нее посыпалось А прокинулся котел со смолой Вот тебе награда за твою работу Сказала Метелица И захлопнула ворота Пришла лентяйка домой А петушок, сидевший на колодце Увидел ее и закричал Будут смеяться все на селе Ходит девушка вся в смоле И так эта смола к ней крепко пристала Что осталась у нее на коже На всю жизнь Новый год один из самых любимых праздников детей С искрящимся белым снегом Сверкающими разноцветными игрушками и мишурой А самое главное С ожиданием удивительного волшебства Приглашаем наших юных читателей Окунуться в мир чудес и волшебства А помогут вам в этом, конечно же, книги Далеко-далеко на севере Там, где почти никогда не тает снег Есть деревня, в которой живут Деды Морозы Самого младшего из них так и зовут Маленький Дед Мороз И больше всего на свете Маленький Дед Мороз любит Новый год История о маленькой елочке Которую наградили за желание радовать других Уже больше ста лет И каждый сказочник рассказывает ее по-своему Как рассказала эту историю Марина Арамштам Вы узнаете из этой книжки Это история маленькой елочки Которая росла в лесу И ужасно боялась Как бы ее не срубили под Новый год А эта книга знакомит маленьких читателей С удивительными приключениями лесных зверей В преддверии Нового года Русские народные сказки В обработке Владимира Даля Играют живыми красками Увлекая волшебный мир Где нам встретятся знакомые герои Хитрая лисонька и простотушный медведь Верная жучка И, конечно, девочка Слюбленная из вешнего снега Пусть Новый год волшебной сказкой Ваш дом тихонечко войдет И счастье, радость, доброту и ласку Вам в дар с собою принесет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok